Убрать совсем или сделать платным, известный своими необычными заявлениями российский политик Владимир Жириновский уверен, что английский язык нашим школьникам не нужен. Ведь если они им владеют, их впоследствии легко переманить на работу в США или Европу. Насколько сейчас востребован английский, как школьные учителя относятся к инициативе Жириновского, мы сегодня спросим у руководителя методического объединения учителей английского языка города Барнаула Людмилы Кондрашовой. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Татьяна. Политик уверен, что английский нам навязали. Вы с этим заявлением согласны? То, что английский язык является языком международного общения, и большое число людей на нашей планете пользуются им как родным или как иностранным, это бесспорный факт. И если рассматривать высказывания Владимира Вольфовича с исторической точки зрения, то, наверное, можно с ним согласиться. Отчасти. Отчасти. В свое время Англия, будучи морской державой, стала колониальной империей, завоевывая чужие территории, она, безусловно, насаждала или, можно сказать, мягче прививала свою культуру и свой язык местному населению. А сейчас? Но, говоря о современной действительности, я не вижу ничего плохого в том, что люди хотят изучать язык, люди разных культур хотят изучать язык, который бы помогал им в общении. Уже несколько лет английский издают в рамках единого государственного экзамена. А многие ли школьники выбирают этот предмет? Ну, я, наверное, сейчас не дам вам точных статистических данных, но могу сказать, что последние годы количество выпускников, выбирающих английский в качестве экзамена по выбору, растет. И вот теперь уже в прошедшем учебном году около 600 выпускников в Балтайском крае выбрали английский. Из них 422 барнаульцы. Это составляет 10,5% от общего числа выпускников нашего города. То есть, получается, юное поколение все-таки английским интересуется. Вот если сравнивать с другими иностранными языками, английский, насколько у них популярен? Ну, английский самый популярный из иностранных языков. А китайский? Учащиеся, да, некоторые сейчас факультативно, дополнительно в языковых школах изучают и китайский, и французский, и испанский. Ну, количество таких ребят, конечно, намного меньше, чем тех, кто желает изучать английский язык. И, кстати говоря, не только юное поколение и люди среднего возраста, родители наших учеников часто задают вопрос. Порекомендуйте, куда нам обратиться, чтобы изучать язык? А для чего им? Они не поясняют? Мотивация разная. Люди изучают иностранные языки вообще, каждый по своей причине, я думаю. Но у маленьких детей, наверное, мотивация не настолько выражена. Мама привела или родители вместе привели ребенка, он изучает английский язык. Ну, я должна сказать, что даже школьники современные понимают значимость владения иностранным языком в современном мире. Ну, по-вашему, нужно ли вообще россиянам, потому что Жириновский говорил и об этом, изучать английский, испанский, итальянский, китайский языки? Может быть, ну, русский достаточно? Нужно. Как бы сказал Владимир Вольфович, однозначно. Потому что ученые доказали, что изучение языков способствует развитию когнитивных навыков человека. Развивается память, мышление. То есть люди, изучающие, владеющие одним или двумя более иностранными языками, они интеллектуально более развиты. Поэтому, изучая иностранный язык, наши учащиеся, наше юное поколение становятся, они более развиты и в других предметах. Ну, и, наверное, все-таки английский – это язык международного общения. Потому что если куда-то поехать в другую страну, сейчас у нас очень много поездок. Ну, поехать в другую страну – это на таком бытовом уровне, да, мы можем владеть иностранным языком. Но английский язык – это язык интернета, компьютера, науки, спорта. Представим себе наших спортсменов на международных соревнованиях. Ведь наши спортсмены многие очень хорошо, свободно говорят на английском языке. Ну, понятно. Было бы глупо, если бы они знали только русский язык, наверное, мне все-таки кажется. Это было, может быть, не глупо, но я не вижу смысла ограничивать людей. Мир человека становится богаче. Чем больше языков знает человек, картина мира у него совершенно иная. Как и вы, относитесь к тому, что Жириновский предложил убрать английские школьные программы и сделать его платным? Отрицательно. Это означает, что изучать иностранный язык, английский в частности, смогут только дети, обеспеченных родителей. А чем другие дети хуже? Почему мы должны отобрать у них возможность интеллектуально развиваться, в том числе и в области языкознания? Ну и плюс у нас же наверняка очень много педагогов английского языка. Если рассматривать систему образования, так сухо говорить, то, конечно, пострадает коллектив педагогический, люди потеряют работу. Но если глобально мыслить, давайте подумаем. Владимир Вольфович, я, кстати, ознакомилась с его посланием в одной из соцсетей. Он говорит, что к 20 годам большая часть людей на Земле владеет в совершенстве практически английским языком. Это что за засилие, да? Мысль такова. Но если столько людей владеет английским языком, почему мы должны наших детей оградить от этого? Снова поставить стену? Железный занавес. Мы пережили это время, и возвращаться в него не хочется. Но отслеживаете ли вы, может быть, судьбу ваших ребят, которые с удовольствием изучали английский, и где они работают? Неужели многие уехали из России? Как он говорит, умы благодаря английскому уезжают за границу. На самом деле немногие. Многие остаются здесь. Более того, есть наши выпускники, которые получили высшее образование или закончили магистратуру за границей и вернулись на родину. Я знаю примеры, когда люди без знания языка уезжали за границу и не возвращались обратно. И знаю тех, кто владел языком, уехал и вернулся. Все в этой жизни не так просто и неоднозначно, и не все решает доллар. Если представить, что идею Жириновского реализовали, чем это может обернуться для нашего образования? То есть вот взяли и убрали английский из общей программы школьной. Вы знаете, я даже не хочу этого представлять, потому что мне кажется, это уже нереально. Глобализация, процесс глобализации давно запущен, и остановить его уже невозможно. Обучая наше юное поколение иностранным языкам, мы воспитываем граждан современной, сильной, конкурентоспособной страны. И вот такие запреты в области изучения иностранных языков, они чаще всего влияют, на мой взгляд, на то, что приостанавливается развитие культуры в той стране, где эти запреты начинают действовать. Ну, я думаю, что эти запреты у нас все-таки действовать не будут, и предложение Жириновского останется только предложением. Спасибо вам, Людмила. А я напомню, что гостем нашей студии сегодня была Людмила Кондрашова, руководитель методического объединения учителей английского языка города Барнаула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова